Всем привет! Я вчера вечером приземлилась в Польше и сейчас поняла, что я с одной сережкой еду. И я вернулась из Москвы, и муж с семьей, ну то есть с братом, и с его девушкой, с ребенком сделали сюрприз. Сегодня вообще-то Пасха православная, и мы едем на гриль. Они сняли где-то такое специальное место, где можно вообще разжечь огонь. Ну, не сделать гриль, а именно реально огонь и посидеть там все. Мы едем сейчас в национальный парк, я правильно говорю там, ничего не придумываю, который называется Ойцов. Это под Краковом, там очень красиво. Я когда-то там была еще в положении с Захарчиком. Вот, я, конечно же, пришла в ярость, когда устала об этом утром, потому что завтра, потому что хотелось там деткам растолковать, что это такое интересное привезла. В Москве я купила кулич. Зачем это все, и вообще, что происходит? Снова Пасха, как такое может быть? Вот, поэтому я им рассказывала, готовила завтрак. Вчера был завтрак в постель, сырники, зато сегодня я готовила сама сырники. И, вы знаете, мне абсолютно в кайф. Я обожаю возвращаться домой. Ну, просто, когда у тебя чемодан, когда все-все-все разбросано по дому, и ты куда-то едешь, в конечном итоге я просто сказала, да, поехали. Вот, поэтому я помыла голову, подкрасила брови и едем. Заки тоже есть. И, как всегда, разрядилась батарейка, но, если что, я буду снимать на телефон. Видите, кемпинг? Обалдеть. Я бы тоже так хотела. О, Томак, можно взять в аренду на две ночи? Смотрите. Вау, как круто! Детская площадка и вообще. Так, надо поинтересоваться. Томак говорит, что дорого, как в хорошем отеле остановиться. Горы. Ну, короче, мы приехали. И интересный факт, вот эти прицепы на английских номерах. Ко мне идет Захар Казаки. Смотри, какие цветочки красивые. Посмотри, как много их здесь. Блане, смотрите, какие красивые квятушки тут есть. Очень много. Ой! Осторожно, Захи. Ну, это Захар, короче. Идет Захар, и все просто сразу горит под ним. Давай-давай, лапку, мою тястье. Давай-давай, лапку. Вот, мы сняли здесь место, где будем просто делать костер, жарить не знаю что, потому что для меня это был сюрприз. Беата, вы ее уже знаете, все это подготовила. Вот, детишки. Захар, я тебя прошу, куртка новая. И я тут нашла весну. Думала, что это крокусы, не крокусы, но очень-очень красивые цветочки. И я обожаю, когда природа оживает. Их здесь просто невероятное количество. Очень красиво. Бабочки уже, даже лягушку видела, такую огромную. Мы находимся вот под такой скалой. Как красиво сон. Полевые условия. Думали-думали, как запечь картофель. Ребята говорят, что вот так давай просто сделаем надрезы, намажем маслом и завернем все в фольгу. Уже ребята разоргли костер. Оказалось, что у нас нет шампров, но потом... Короче, я покажу вам, что мы сделали. И в конечном итоге нашли шампров, потому что это все платно. Ну, можно просто получить в цене. Но ребята решили жарить все-таки так, как в детстве. То есть на ветках. Мне интересно, не сгорят ли ветки. Ну, а что мы можем жарить? Конечно же колбаса. Может, в Польше? Парцая, маме, Игнации. Тебе же это не запишу? Не, уже она. Не, уже она не запишу. Ну и что? Ну и готов. Хватит шишукам и земляк. Картофель. Водичка, да. Такая речка небольшая. Осень прикольная. Интересно, вы видите, сколько цветов здесь? Скалы. Идем погулять после обеда. Я, правда, колбасу не ела, что как-то мне не хотелось. Но картошечка вкусная. У нас получается спонтанная православная Пасха, поэтому поскорее надо накрыть стол. У нас было мясо. Я быстренько нарезала картофель. Вы спрашиваете, как я его делаю. Просто смазываю его маслом, каким-нибудь растительным, оливковым или подсолнечным, в духовку. Смотрю, когда практически уже картофель готов, посыпаю прованскими травами и солью. Солью уже в конце буквально. И все. На этом картофель готов. Около 40 минут держу его. Просто очень хорошо мою. Видите, он у меня такими дольками. Можно и покрупнее порезать, но мне надо, чтобы он был готов как можно скорее. Потому что детки хотят есть. Здесь у меня размороженные стрипсы. Наггетсы. Я называла их наггетсы. У меня в футбуках где-то есть. Если не смотрели, то я оставлю ссылку. Очень вкусные. Детки их любят. Дедушка приехал. Я вам его уже показывала. Вы говорите, такой добряк. Добряк. Ну вот так на него посмотришь на дороге и не подумаешь. Ходишь? Мальчики сразу прибежали. Соседский. Не ковыряйся в носу, Стас. К нам приехали друзья. Не знаю, возможно будет ветер прям сильно дуть. У Стаса тоже есть свой канал. Поэтому все вопросы, которые вы адресуете мне по поводу переезда, работы и так далее, это к нему я оставлю ссылки. И мы сейчас вот быстренько накрыли стол. Кетчуп, главное, картошка. Мяса мы не ждем. Сделали салатик со шпинатом, лук, много зелени, лимон и просто такое, оливковое масло, чеснок, соль и все. Захар, ты такой грязный. Говорят грязные дети, счастливые дети. А, не сказала вам самое главное. Я приехала домой, и муж сделал мне очередной сюрприз. Потому что перед отъездом мы выбирали мебель. Она у нас, мебель у нас вся из Икеа. Будильник. Чтобы я не пропустила то ли мясо, то ли картошку. Я уже запуталась. Вот дружная украинская семья. Мои самые близкие украинцы. На праздники со мной. И частично польская семья. Муж приготовил, купил уже замаринованное. Тотомок. Такое могла придумать только Настя. Жарим маршмеллоу. Она привезла их из Украины. Дети готовы есть просто типа сырыми. Их же можно есть? Я никогда в жизни такого не ела. Но жду, Настя, когда ты поджаришь. Блин, это горит? А я уже не дуга. Вы меня удивили. Думал, что после уже, когда был в России, там люди жарили сосиски такие. Думал, что уже не увижу таких странных вещей. Это американцы придумали. А как же кальмары, Томок? Американцы придумали. А что же уже амуриканцы? Маршалов, что было ожидание реальности просто. Захар, выше держи. Не увлекается. Так быстро. И всем привет. Сегодня у нашего самого младшего мужчины день рождения. Три года сегодня. Для того, чтобы все было в порядке. Даже до улицы Игнашка ходит в этом, в шлеме. Потому что мы ему купили велосипед и шлем. И он ему так понравился, что в первый день Игнашка с ним спал. А сейчас в машине в нем ездит и вообще ходит по улицам. И спит? Спит нет. Но первый раз он спал с ним. Собрал с собой в комнату. У нас потрясающая погода. За окном. Том, как прогноз погоды? 22. 22 с половиной. Ой, блин. Чуть машина не выехала. Вот. И буквально за два дня все распустилось. Вообще все стало таким зеленым. Я вам миллион раз говорила. И не могу нарадоваться. Весна это мое самое любимое время года. И вот момент, когда вся природа оживает. Это как, знаете, рождение ребенка. Ну, то есть с этим, конечно, ничего не сравнится. Но прям вот вау, такой эффект наступает. И сразу расцвели деревья. И еще магнолии не цветут. Во всяком случае, я не видела. У соседей стоят вот такие прям еще два дня. И все прям вот так вот распустится. Очень красиво. Я балдею от весны. И, в принципе, когда снег выпадает, просто, блин, я радуюсь таким мелочам. Не знаю, они мне доставляют какой-то особый кайф. В рамках похудения, к весне, к лету. Вообще, здорового питания. Это очень вкусно. Из KFC. Куэррито так это читается. Редко покупаю второй раз ям, но все равно. Иногда себе тоже позволяем. Почему бы не? Уже ради этого стоило приехать. О, что происходит там. Что-то видно. Посмотрите, посмотри, как ты поехал. Я так не хочу. Я хочу! Но это в ежеские выезды. Курция, я думаю, что это не будет. Длин. Это странная, которая захотела. Нет! Это выиграл, это. Нет! Ну вот мы приехали. И, конечно, я не знаю, как я здесь выживу, это только строится. Нам, считаю, не экстремальный человек. Я тоже утеплилась, только что на меня капнул дождь. Замечательно. Но я хотела сказать, что если у кого-то день рождения, то пускают бесплатно. Но Томик мне об этом не сказал, я была не в курсе, и нам пришлось платить за Игнашика. Очень красиво здесь, конечно. Единственное, что у нас нет карты, и мы без понятия, куда нам идти, потому что все аттракционы очень большие. И пока что ходим по кругу, ничего не можем найти. Ну, то есть не можем найти вход. Вот там орущие люди, видите? Мы хотели бы поплавать с Игнатом. Мы с Игнатом не прошли на более серьезные аттракционы, точнее Игнашка по росту не может зайти. Поэтому мы идем кататься на лодочках. Ну, так обидно, что дождь. Малыши увидели пожарного Сэма и хотят ехать. Очень много классных аттракционов. Но, так как я сказала, они только открылись, поэтому никого нет еще и в погоде. Мы нашли аттракцион под крышей. Тут шесть начискай, zobacz, вода будет лететь. Кнопочку нажимаешь, и можно гасить пожар. Ух ты, как быстро! Пожарные! Много всяких развлекалочек. И, кстати, мы узнали, что можно купить дождевики. И Томак сказал, что есть сушилка. То есть заходишь, у нее тебя полностью сушат. А здесь вот такая потрясающая карусель. И я очень хочу туда с Няшей. Захара можно заставить, но он говорит, что это для девочек. Ему бы туда, а я не хочу. Я боюсь, я серьезно боюсь. Еще на вот эти самолеты хотим. Нравится тебе, Захар? Да! Девчонки, надеюсь, ваши детки, которые тоже меня смотрят, обрадуются. Папа, я вижу, ты в восторге. Отправим тебя туда, чтобы ты тоже не расстраивался. Всякие рестораны здесь есть тоже. Если что, то я очень любила снимать видео для вас. Захар, будешь меня держать за руку? Да, буду. Спасибо. Спасибо. Мама, ты тата и гнезь едят с нами? Да, сзади они. Это последний аттракцион. У нас есть. Да, это не сзади. Да, это не сзади. Да, это не сзади. Да, это не сзади. Субтитры сделал DimaTorzok Я даже за деньги не пойду на эти аттракционы Папа пошел с Ааром проверять, можно ли А мы вот тут покружимся на машинках Да, Игнаша? И с нас хватит Да, сейчас остановятся, и мы пойдем Пока папа катается на автобусике Мы едем на розовой машине Я думаю, что папа нас прибьет Но это Игнат выбрал розовую машинку Здесь какие-то черти Мальчики катаются на очередных машинках Иду купить себе какую-нибудь водичку Мальчики пока что ездят на очередных машинах Но никаких тебе лебедей, если ты Мама-мужчин Очень все облагорожено Это не те лунопарки, которые я помню с детства Ой, какие прикольные клубнички здесь И знаете, вот так прям достойно сделано И, кстати, это частично финансировано Из денег Евросоюза Какие милые зверушки Как знаете, в каком-то царстве для деток Прям обалдеть Дядь, папа выбрал самая быстрая Самая быстрая аттракцион Лодка плывет так медленно Стамок отталкивается, чтобы хоть чуть-чуть быстрее Удачься Воаааааааааааааа Слабай слабенья Слабай слабенья Я говорю вам, что здесь просто вообще в 100 раз в день меняется погода. О-о! Захар! Мы на сафари, если что. Какой-то ужасный аттракцион. Нас с Игнашкой не пустили. А папа очень любит все эти экстремальные штуки. И Захар даже хочет с папой. Ну где они? Сейчас будут ехать. О, господи! О, как быстро! О, господи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Застаю маму съесть все фрукты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА